Сегодня кабинет министров Чуваши обсудил проект бюджета 2016 года. Глава республики отметил, что перед правительством стоит ряд приоритетных задач. Эффективное управление долговыми инструментами, снижение зависимости региона от негативных процессов и обеспечение устойчивого развития экономики. За последние два года сэкономлено порядка 815 миллионов рублей. Экономию удалось достичь за счет эффективного управления кредитами и общественными финансами. Этой экономии нам удалось защитить за счет привлечения бюджетных кредитов только в этом году на сумму 5,6 миллиарда рублей, что превышает сумму таких полученных кредитов в совокупности за последние 8 лет. Второе. Я неоднократно подчеркивал, что все социальные обязательства кабинета министров Чувашской республики перед населением должны, безусловно, выполняться. Выполнение социальных обязательств прописано в проекте бюджета на 2016 год. Запланировано строительство еще 50 ФАПов, школ и спортивных объектов. Такие предложения были высказаны на встречах с жителями республики во время предвыборной кампании. Светлана Янилина рассказала, что проект финансового документа составлен по консервативному принципу. При его разработке ориентировались на показатели социально-экономического развития. Параметры дохода они составляют 32 млрд 104 млн рублей. В том числе собственные доходы на 2016 год оцениваются в объеме 22 млрд 993 млн рублей. С ростом к оценке поступлений 2015 года на 5% или на 1 млрд 87 млн рублей. Расходы бюджета предлагаются утвердить в объеме 34 млрд 327 млн рублей. Снижение доходов и расходов к уровню 2015 года также было Михаил Васильевичем пояснено. Что касается дефицита, то он оценивается на уровне 10% от собственных доходов. Сумма его равна 2 млрд 223 млн рублей. Сумма налоговых поступлений на 2016 год планируется в размере 21 млрд 442 млн рублей. Рост к текущему году на 6%. Для увеличения доходной базы правительство планирует применять меры налогового стимулирования. Расширен список видов патентной деятельности. Ожидается и поступление из федерального бюджета. И при формировании и исполнении бюджета в следующем 2016 году мы должны четко обозначать векторы развития экономики и достигать поставленных задач. Используя внутренние резервы и весь тот потенциал, который имеется в каждой отрасли, в каждом трудовом коллективе и у каждого предпринимателя. На заседании правительства также рассмотрели вопросы управления и распоряжения госсобственностью и приватизации госимущества. Был одобрен проект закона о ветеринарии. Кроме того, принято постановление об установлении величины прожиточного минимума за третий квартал 2015 года. По сравнению с данными второго квартала, она снизилась почти на 5% и составила 8191 рубль. По данным министра здравоохранения Аллы Самойловой, это обусловлено уменьшением цен на некоторые продовольственные товары. Татьяна Молокова, Регина Кубайкина, Андрей Шоклев, Республика.